Здравствуйте! Меня зовут Петисова Александра. Я живу в Москве. Я участвую в марафоне «Женственицы» 1-го года. Как марафон поменял на мою жизнь? Ну, вообще, в общем и целом, я чувствую себя очень позитивно практически каждый день. Моё настроение варьируется по десятибалльной шкале на 10 баллов. Несмотря на то, что со мной происходит порой не очень веселые вещи, вообще изменилось моё отношение к себе. Я стала чувствовать в себе женщину. Я докопила в себе жёсткую энергию, хотя раньше мне сильно не заставало. Я прекратила носить брюки, кстати. Это большой прогресс для меня, поскольку сейчас осень, и становится прохладно. Но, однако, я хожу в юбках, и мне не холодно. И вообще, мне кажется, что как-то мне стало более счастливо жить. И несмотря на то, что сейчас у меня не самый лишний период жизни, поскольку я рассталась с моим молодым человеком, буквально вот вчера, мне всё равно весело, и это странно для меня лично. Потому что я всегда как-то по этому поводу сильно переживала, расстраивалась, сильнила себя, скорила себя, начинала заниматься самокопанием. У меня падала самооценка. И в настоящий момент этого ничего со мной не происходит. Я не знаю, причин, может быть, это любовь к себе, скорее всего, которая выработала во мне участие в зарослоне. В общем, для меня это самое главное изменение в моей жизни сейчас. Что мои сомнения говорят мои близкие? Мои близкие, к сожалению, молчуны в этом отношении. Как-то мы не обсуждаем эти вещи. Но я вижу, что у меня наладились оберительные отношения с отцом, с братом. Папа стал делать что-то для нашей семьи. Хотя раньше он это практически не делал. Брат стал более доверчив. Ну, в основном стали более доверительные отношения. Я стала просить их о помощи, хотя раньше мне это казалось каким-то унижением. И сейчас я понимаю, что это глупо. Поэтому я считаю, что наши отношения улучшились. Я стала принимать мужчину в своих силах. И мне кажется, я знаю теперь свой родовой сценарий. И стараюсь его изменить. Как изменилось мое самоощущение? Я ощущаю в себе женщину. Я позволила себе быть слабой по-женски. Позволила себе быть сильной, опять же, по-женски. И теперь я знаю, к чему мне стремиться в моей жизни. Хотя раньше я всегда теряла смысл своей жизни. Я подавалась влиянию социума. И старалась достигать целей, которые, в принципе, не характерны для женщины. Которые недостижимы для женщины. Сейчас я знаю, что мое предназначение – это семья. И дарение любви своей семьи. В настоящий момент я дарю любовь своей семье, папе, маме и брату. Но когда у меня появится своя семья, которая будет моим мужем и детьми, естественно, я буду дарить эту любовь в фильме. И сейчас моя жизнь нацелена на то, чтобы встретить такого мужчину, создать с ним семью. Что дает мне ежедневное заполнение отчета? Оно меня очень сильно дисциплинирует. И помогает мне проводить самоанализ. Потому что, ну, что касается самодисциплины. В детстве, когда я была маленькая, всегда надо мной были люди, которые, можно сказать, проводили контроль. То это были учителя, мама, папа, бабушка, которые проверяли мою домашнюю работу. И я знала, что, ну, за это что-то будет, если я не делаю, допустим, что-то. Когда я стала взрослой и закончила вуз, я поняла, что, ну, надо мной нет контролера, и я могу делать, что хочу. И в связи с этим я сильно распустилась. Я понимаю, что я ленивая стала, и одна из моих пяти целей, кстати, это прекратить лимит. Я понимаю, что это мешает мне жить. И эта цель, она у меня в процессе разработки. Я работаю над этим, пишу ежедневные отчеты. Я стала делать по дому различные вещи, хотя раньше мне этого совершенно не хотелось. И даже просто ушло, чувствую лени как-то, ну, не знаю, просто его нет. Я просто хочу делать, и все. Нет таких мыслей, что нет, я уже сделаю это завтра и так далее. Ну, действительно, когда я иногда устаю, конечно, я позволяю себе отдохнуть. Но ненадолго не задерживаюсь, не зацикливаюсь на этом. Что касается самоанализа, это всегда у меня было слабой моей стороной, к сожалению. Сейчас напихание инсайтов помогает мне анализировать свое поведение, анализировать свои нужды и делать какие-то выводы. Какие чудеса случилось со мной во время марафона? Я полюбила себя. Я полюбила себя. Это самое главное чудо в моей жизни. Потому что раньше я всегда тушевалась как-то, искала в себе недостатки, не уважала себя, не любила себя. Сейчас же у меня появилось самоуважение. Мне кажется, оно растет во мне. Любовь к себе, как к женщине в частности. И мне кажется, окружающие это стали замечать. Или я стала замечать, что окружающие это стали замечать, может быть. Я стала замечать внимание других людей и принимать его, хотя раньше я этого не делала. Когда мне говорили комплименты, я считала, что это не про меня, что это лесть или правда. Сейчас я знаю, что это так. И мне очень радостно от этого. Что у вас получилось изменить или осознать? Осознала я самое главное, это то, что я не одинока. У меня есть я. У меня есть мои родные и близкие. Я осознала цель своей жизни, суть, зачем я здесь. Это самое важное для меня, потому что это всегда успокоило меня. Сейчас у меня есть тель жизни. Я люблю жизнь. Мне здорово. Спасибо за марафон. И желаю всем девочкам удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...